Детские лагеря 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 Действительно, чтобы детям в лагерях было интересно, взрослым пришлось потрудиться. Какие мероприятия предполагала подготовка? Вы знаете, очень широкий спектр подготовки. В первую очередь, безусловно, сама материально-техническая база должна соответствовать всем требованиям, которые предъявляют к нам как дети, так и родители. Детям должно быть комфортно в той среде, куда они попадают. Соответственно, для того, чтобы материально-техническая база соответствовала современным требованиям, были выделены денежные средства. У нас порядка, наверное, 155 миллионов ушло конкретно на укрепление материально-технической базы. Учитывая, что ряд лагерей достаточно старых годов постройки, соответственно, и потребность в улучшении материальной базы достаточно высокая. В ряде лагерей был произведен капитальный ремонт, во всех практических лагерях косметический ремонт, были потрачены деньги на приобретение мебели, оборудования, инвентаря. То есть это все позволило нам непосредственно запустить лагеря в надлежащем виде. Ну и, безусловно, перед тем, как лагеря начинают стартовать, начинают свою работу, каждый лагерь проходит приемку. Приемка осуществляется в очень строгом порядке межведомственной комиссией, в состав которой входят специалисты как Министерства труда и социального развития, так и специалисты здравоохранения, образования, надзорных органов, это распотребнадзор, пожарная инспекция, полиция в том числе, и представители полномоченного по правам ребенка. И что смотрит межведомственная комиссия? Безусловно, они смотрят, ну, как и внешнюю составляющую лагеря, насколько она соответствует тем современным требованиям, которые предъявляют к нам уже как родители, так и дети. Ну и, конечно, особое внимание уделяют вопросам обеспечения порядка, безопасности. Вот что касается безопасности, давайте чуть более подробно, что здесь делано? Вот сейчас в лагерях камеры устанавливают, еще что-то? Все лагеря оборудованы видеонаблюдением, все без исключения. В каких-то лагерях, те, которые занимают большую площадь, их большие, те, которые не очень большие по своей площади, их меньше. В большей части лагерей оборудованы кнопки тревожной помощи. Значит, все лагеря абсолютно имеют договор с охранными предприятиями, либо сторожевая охрана. Это порядка семи, наверное, не имеют непосредственно договор со специализированными лицензионными охранными предприятиями, а сторожевая охрана. Ну и, безусловно, конечно, видеонаблюдение. То есть все это непосредственно направлено на обеспечение безопасности детей. Вот прошлые сезоны, если посмотреть, приходилось ли, например, где-то пользоваться той самой тревожной кнопкой? Вы знаете, вот таких каких-то особых поводов не было. Были какие-то незначительные нарушения, но так, чтобы... Не припомню я. У нас достаточно успешно прошла кампания 2018 года. Итоги были подведены достаточно успешно. И программы были отмечены, педагогической работой непосредственно с несовершеннолетними. Поэтому ярких таких каких-то вот негативных не отмечено. Это очень хорошо. Ольга Рамилевна, а насколько можно быть уверенными в пожарной безопасности, учитывая наличие каких-то таких усложняющих факторов? Во-первых, лагеря находятся зачастую далеко от пожарных подразделений. Там много деревянных постройок. И несмотря на специальную обработку, это все-таки очень материал, который легко горит. Где-то нет вот какого-то внутреннего противопожарного водоснабжения. Вы знаете, вот этому вопросу мы уделяем очень серьезное внимание. Этот вопрос находится на особом контроле. И, как я сказала уже, один из членов межведомственной комиссии, это как раз государственный инспектор пожарной инспекции. По сути дела, на сегодняшний день все абсолютно загородные лагера проверены на пожарную безопасность. И здесь у нас проверялись не только здания и сооружения, но в том числе и территории. Обязательно должны быть отдельные сертификаты, лицензии по поводу обработки всех деревянных конструкций специальными растворами огнезащитными. Значит, щитки со средствами противопожарной безопасности, емкости. Безусловно, вы правильно отметили, что бывает удаленность определенная. Но емкость со специальной водой противопожарной есть на территории каждого абсолютно лагеря. И в том числе, опять-таки, кнопки тревожной помощи, которые также необходимы в случае какой-то экстренной ситуации. Ну и кроме того, весь персонал проходит инструктаж, как действовать в случае возникновения каких-то экстремальных, незапланированных ситуаций. Включая вожатых. Безусловно, безусловно. Все абсолютно проходят инструктаж. На самом деле, дети, я думаю, вряд ли задумываются о том, как строится система безопасности. Это, наверное, и правильно. Им нужно просто отдыхать, проводить свое время вот так вот, может быть, с пользой. А вот для родителей это важно. Я хочу привести данные некоторых исследований, где родители вообще, по каким критериям они определяют, в принципе, отправлять ребенка в лагерь или не отправлять. Какие они видят плюсы, какие минусы. Давайте посмотрим. Стоит ли отправлять ребенка в детский лагерь? Вот рейтинг аргументов «за» и «против». Смущать и вызвать опасения могут. Высокая цена. Новый, незнакомый для ребенка рацион питания. Психологический дискомфорт от разлуки с близкими. Риск попасть на некомпетентных воспитателей и вожатых. А также личное нежелание ребенка или родителя, связанное с воспоминаниями или иными причинами. Но немало тех, кто осознает пользу и преимущества детских лагерей. Им нравятся дисциплина, возможность общения и приобретаемый опыт коммуникации, самостоятельность и ответственность, которые у ребенка развиваются вдали от дома, оздоровление и хорошо организованный досуг. Специалисты рекомендуют родителям ответственно подходить к выбору лагеря. Вот на что нужно обратить внимание. Ну вот у меня вопрос касательно питания. Этому уделяется всегда очень такое значение большое. Ну вот, например, в прошлом году по итогам проверок выяснилось, что в шести лагерях Кыштовского и Барабинского районов вместо натурального сливочного масла использовали заменитель молочного жира. Полагаясь на эти факторы, в этом году что-то изменилось, система контроля. Вообще, как выстроена в целом система питания? Вы знаете, как правило, вообще этот вопрос находится не только у нас в министерстве на особом контроле, то ровно так же, как и на контроле межведомственной комиссии, но и в том числе и в Роспотребнадзоре. Регулярные выезды, регулярные заборы, смывы, оценка тех продуктов, которые поступают непосредственно в лагерь, информирование всех нас, служб лагерей, в том числе о недобросовестных поставщиках продуктов. На сайте Роспотребнадзора раздел, прямо понятен добросовестным поставщикам. В случае, когда при проверке, в том числе и специалистами Роспотребнадзора, все-таки устанавливаются факты ненадлежащей поставки каких-то продуктов, соответственно, там идут административные взыскания и вплоть до исключения из реестра поставщиков. Здесь меры достаточно очень серьезные принимаются, потому что, в общем-то, на самом деле отдых должен быть, безусловно, безопасным, и ребенок должен получить оздоровительный эффект. Без полноценного, правильного питания это невозможно. Ну и отдельная тема, которая требует особой проработки, на которую мы уделяем огромное внимание, это, безусловно, питьевой режим. Значит, по сути дела, точно так же проводится проверка качества питьевого режима. Ряд лагерей, это, наверное, у нас почти половина, имеют свои скважины, где у нас есть специальная обработка, и заборы воды производят. Оценку воды, качество воды, это тоже очень важно. Те лагеря, которые не имеют своих скважин, там закупается специальная бутылированная вода у добросовестных поставщиков. Ну, то есть все лагеря обеспечены питьевой водой 100%. 100%. Ольга Рамилевна, а что касается, вот есть такие бытовые нюансы, которые вроде бы на них не обращаешь вначале внимания, но они действительно очень важны. Например, ребенок захочет постирать какие-то свои вещи. Или вот что касается душа, принимать душ, может быть, тоже каждый день нужно. Вот здесь как обстоят дела? Ну, во-первых, каждый лагерь у нас должен соответствовать всем санитарным нормам. И мы к этому стремимся, это просто необходимо, это основное требование для открытия лагеря. Ну, а что такое санитарное правило? Это то, о чем я сказала, условия проживания, безусловно, пребывание в этом лагере. И, конечно же, когда ребенок находится в течение 14 дней, 21 дня в лагере, безусловно, есть необходимость вещи свои обработать, постирать. Поэтому, как правило, в лагерях специально отведенные места, где забирают вещи, где их стирают и затем детям возвращают. В том числе эти детки, которые постарше, они могут в специально отведенные места, в специальных емкостях, которые там действительно оборудованы и приспособлены, самостоятельно какие-то мелкие вещи постирать. Я выписала себе несколько вопросов, которые наиболее часто задают родители, они для них действительно важны. Вот, например, насколько лагеря обеспечены выходом в интернет, есть ли Wi-Fi? Вы знаете, такая вот тема. Безусловно, каждый лагерь обеспечен интернетом. Это необходимо именно в целях работы, связи. А вот относительно Wi-Fi, здесь бы, конечно, я поспорила. Вы знаете, это настолько сейчас затянуло наших детей. И цель-то у нас, собственно говоря, чтобы наши дети общались, развивались, новых друзей заводили. И так, чтобы после завершения летнего сезона у них действительно было желание опять вернуться и встретиться с этими ребятами. Если же мы сделаем доступ к Wi-Fi, это возможно, безусловно, возможно, то, по сути дела, мы не получим того, что у нас было изначально предусмотрено. Все-таки летняя оздоровительная кампания, она направлена на несколько иное. Вот здесь я с вами согласна. Еще такой вопрос. Давать ли ребенку с собой деньги в лагерь? В лагере все необходимое для ребенка будет. Это питание, все, что необходимо для развития. Безусловно, на усмотрение родителей, может быть, какие-то совершенно минимальные деньги, но они могут понадобиться только для чего. И когда происходит сбор детей и отправка, вожатые, в общем-то, как бы составляют разговор уже с родителями, там, 250 или 350 на фото, если вы желаете. То есть это вот такие вот деньги, родители сразу, как бы они их вносят, и уже по завершению ребенок приезжает непосредственно с общей фотографией, которая ему на память очень важна. Но есть ряд лагерей, которые имеют свою индивидуальную сувенирную продукцию. Там, кепки с логотипом, может быть, еще какие-то там вещи. Ну, если есть желание, то, наверное, как-то можно тоже это предусмотреть. А, в общем-то, необходимости в денежных средствах совершенно нет. Есть ли какие-то противопоказания для пребывания ребенка в лагере? Вы знаете, детки у нас разные. И разные, безусловно, по состоянию здоровья, по поведению, по образованию. Но, тем не менее, здесь мы не должны различать, в том числе по поведению, по каким-то таким моментам. Каждый ребенок должен иметь право на оздоровление в течение летней оздоровительной кампании. Безусловно, если он имеет заболевание в стадии обострения, это, конечно, будет противопоказанием. То есть не случайно у нас форма У-79, которую проходит каждый ребенок при направлении его в детский лагерь. Там медики смотрят. Если есть это противопоказание, то ему, естественно, будет сказано, что не рекомендовано сейчас, на сегодняшний момент. Если говорить о поведении, у нас есть ребята, которые вступили в конфликт с законом, предположим. То есть есть некие такие, ну, не совсем положительные моменты в их поведении, негативные аспекты. Но, тем не менее, их тоже нужно уводить с улицы и давать возможность отдыхать и как-то переориентировать совершенно в другой путь. У нас есть профильная смена, достаточно замечательная, специально для ребят, вступивших в конфликт с законом. Есть профильные смены именно медиации, где дети учатся, общаться, выстраивать отношения, коммуникации. И вот эти смены, они действительно имеют достаточно хороший положительный эффект, позволяют ребят забрать с улицы и переориентировать дальше, идти совсем другим путем. Кстати, вот таких лагерей вообще в России их достаточно много, вот у которых есть своя какая-то определенная направленность. Где-то обучают детей английскому языку, где-то действительно проводят для ребят какие-то бизнес-уроки. Хочу привести несколько характерных примеров и потом поговорить о том, что происходит в данном аспекте в нашем регионе. Отдых с пользой по необычной программе готовы предложить современным детям во многих городах России. Как вам, например, школа-лагерь английского языка, там, где традиционное для лагеря расписание совмещено с образовательной программой. Или провести каникулы на радиостанции. В школе радиоведущих учат брать интервью, писать программы. Здесь можно попробовать себя в роли диджея. Есть лагеря, где школьников обучают основам пилотажа. За время таких каникул можно приблизиться к мечте – стать пилотом. Есть кинолагерь. Здесь дети могут почувствовать себя актерами и даже сняться в короткометражном фильме. Один из популярных вариантов – конный лагерь. Школьникам предлагают поездки на конную ферму, ежедневные занятия верховой ездой. В музыкальном лагере обучают игре на музыкальных инструментах. По итогу также возможно создание собственной группы и выступления на концерте в лагере. Учитывают и другие интересы. Например, в Лиге Экстрима само название говорит «За себя». В программе – посещение экстрим-парка, изучение навыков туристической подготовки, курсы авиа, авто и судомоделирования. Многие родители для своих чат выбирают лето без гаджетов и телевизора. Взамен – спорт и путешествия. А кто-то отправляется в лагерь будущих космонавтов. Отдых совмещают с уроками, изучают астрономию, авиацию, космонавтику, наблюдают за небесными телами в телескоп. Современные дети с радостью погружаются в атмосферу фэнтези. В таких лагерях вместе с квестами готовы предложить занятия фехтованием, стрельбу из лука, ориентирование на местности. В Новосибирской области также предлагаются разнообразные программы в детских лагерях. Отдых может стать одновременно и здоровительным и творчески насыщенным. Есть программы патриотического воспитания, этикета художественного, научно-технического и других видов творчества. Давайте более подробно поговорим о том, что есть в нашем регионе, какие программы работают, чтобы ребята не просто отдыхали, но действительно развивались. Вообще у нас проходит перед началом летней оздоровительной кампании конкурс педагогических программ. Межведомственная комиссия, когда принимает лагерь, она в том числе и утверждает программу действия каждого лагеря. Это очень важно. Дети должны не просто находиться в лагере, они должны быть заняты каждый день, абсолютно каждый день. Он должен быть расписан для того, чтобы ребенок получил массу эмоций, впечатлений и действительно имел желание еще и еще раз возвращаться в наши лагеря. Что сейчас наиболее востребовано, это профильные смены. Ну, само за себя слово, профиль оно и определяет. На самом деле очень востребовано именно как у родителей, так и у детей. У нас в этом году подали заявки 97 организаций на профильные смены. Был очень такой серьезный конкурсный отбор, 57 организаций было отобрано. 57 профильных смен будет в период летней оздоровительной кампании у нас в лагерях. В прошлом году их было 50. Причем все они настолько интересные, настолько разнообразные. Там, как правило, было 9 направлений. Это естественно научные, это эстетические, это физкультурно-оздоровительные, это патриотические, это, знаете, самое художественное. То есть вот то, что было сейчас в ролике представлено, все это буквально предусмотрено в наших профильных сменах. Где ребята приезжают и две недели, помимо той плана сетки, которая предусмотрена в лагере, они участвуют в общелагерных мероприятиях. И у них очень насыщенная программа в соответствии с их профилем. Но вот параллельно с какой-то тематической направленностью каждый лагерь обязательно занимается оздоровлением детей. Что предполагает оздоровление, кроме мероприятий спортивной направленности? Ну, прежде всего, это сбалансированное питание. То, о чем мы вначале говорили, это очень важно сбалансированное правильное питание. Фрукты, овощи, соки, это свежий воздух. Потому что у нас все лагеря практически находятся в экологических чистых зонах. Кто-то с лучшей материальной базы, кто-то, может быть, с худшей материальной базы. Но они все находятся в экологической чистой зоне. Это, безусловно, режимные моменты. И воздух, солнце и вода. Это то, что и положительные эмоции. Безусловно, это как раз все то, что будет нести в себе оздоровительный эффект для каждого ребенка. Ольга Рамилевна, а всего за лето в нашем регионе сколько ребят, в том числе детей с инвалидностью, отдохнут в загородных лагерях? Вот у вас в ролике было представлено уже в анонсе, что в прошлом году отдохнуло 136 тысяч ребятишек. В этом году мы на тысячу увеличим. У нас будет больше. 137 детей мы планируем оздоровить в течение летней оздоровительной кампании. 137 тысяч. Тысяч, безусловно, 137 тысяч. И если говорить о ребятишках с инвалидностью, вот здесь я тоже бы хотела немножечко поподробнее остановиться. Около тысячи ребятишек у нас будет в загородных оздоровительных лагерях. И я хочу здесь, знаете, остановиться на чем? Что на самом деле программа выстраивается так, особенно в санаторно-курортных загородных лагерях. Их у нас 11. Где у нас направлено не только на общение, выстраивание каких-то отношений, но в том числе такой серьезный оздоровительный эффект. Несколько программ у нас прямо написано для детей с инвалидностью. Несколько профильных смен для ребятишек непосредственно с ОВЗ. И есть программы в таких лагерях, как Березка, Чкаловец, Солнечный мыс, Тимуровец и ряд других, где четко идет направление работы с детьми с ОВЗ. Эти программы у нас получили достаточно серьезную оценку, в том числе и на федеральном уровне. Они были награждены в прошлом году, отмечены дипломами и благодарностями. Дети какого возраста могут отдыхать в наших лагерях? Я почему спрашиваю? Потому что, например, есть детки, которые выпустились из детского сада, а в школу еще не пошли. Вот даже есть вот этот летний период, когда ребенку тоже хотелось бы дать какое-то развитие, а у родителей не всегда есть такая возможность. Есть ли какие-то такие смены? Или может быть перспектива такая просматривается? Значит, у нас возраст регламентирован постановлением Новосибирской области. И возраст у нас идет от 7 до 17 лет включительно. Но ряд лагерей в уставе прописывают на год раньше. И они принимают в 6 леточек. С 6 до 17 лет включительно. Говорить о том, чтобы делать заезды совсем до школьников, там 5-4 лет, 5,5, но эта норма не прописана и на федеральном уровне. Норма без родителей, наверное, оставлять. Совершенно верно. Вот мать и дитя, да. И мы, собственно говоря, работаем по направлению непосредственно отдых. Действительно, родители совместно с детьми. Это тоже одно из направлений, которое требует проработки. Очень серьезное. Потому что, ну, тоже в начале передачи звучало, что некоторые родители все-таки сомневаются, боятся отпускать. И, может быть, важно первый раз выехать и вместе с ребенком отдохнуть, для того, чтобы понимать, куда уже потом дальше ребенок будет. Чтобы ребенок адаптировался как-то влезет. Да, совершенно верно. Сколько в среднем стоит путевка в лагерь? Стоимость разная. В зависимости, есть сезонный загородный лагерь. Это порядка 15 тысяч, если быть более точным, 14 910. Если это загородный лагерь круглогодичного действия, 15 700. Я немножко буду округлять. Санаторно-курортный повыше цена. Там порядка 23 700. Палаточный около 10 тысяч. Если из родителей кто-то покупает путевку за полную стоимость, можно ли это сделать в рассрочку? Стоимость в рассрочку невозможна, но есть категория людей, которые могут рассчитывать за определенные проценты приобретения путевки. В частности, Министерство труда и социального развития приобретает путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. У нас есть материал такой, где мы более детально говорим, кому положены льготы и кто может рассчитывать даже на бесплатную путевку. Право на получение бесплатной путевки за счет средств областного бюджета предоставляется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. У остальных есть возможность получить скидку. 90% от стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории области, вне каникулярное время оплачивает Министерство труда и социального развития Новосибирской области, а 10% доплачивают родители. Путевки предоставляются в порядке очереди. Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей, могут рассчитывать на предоставление в первоочередном порядке путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенной на территории Новосибирской области. При наличии трудной жизненной ситуации многодетные семьи могут получить несколько путевок на детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно. Правильно я понимаю, что если в семье несколько детей, ну в какой-то, например, малообеспеченной, то они на каждого ребенка могут получить бесплатную путевку? Безусловно, безусловно. Дети должны отдыхать, и здесь поддержка государства достаточно серьезная идет. Порядка, наверное, 470 миллионов как раз у нас на эти цели. Плюс муниципальный бюджет здесь задействован, порядка 155 миллионов тоже на эти цели. Ну и совершенно правильно здесь отметили, доплата всего составляет 10%. Это минимальная, конечно, оплата. При выделении путевки за 3 дня нужно обратиться в Центр поддержки населения по месту жительства для того, чтобы путевочку забрать. Что касается сроков, когда все-таки лучше обращаться, покупает ли родитель путевку? Или может, если берет ее бесплатно, ну чтобы не попасть под шапочный разбор? Ну я думаю, что это весенний период, безусловно, потому что каждая семья все равно планирует, как ребенок будет проводить отдых. Может быть, где-то они с семьей будут совместно выезжать, ну и какой-то период, когда родители работают, будут отправить ребенка в загородный лагерь. Поэтому я думаю, самое оптимальное в течение весеннего периода все-таки мониторить ситуацию, определять, в какой бы лагерь хотелось отправить своего ребенка и, соответственно, заниматься уже приобретением путевочки. А родители могут заранее посмотреть лагерь? Вот туда, куда поедет ребенок? Конечно, но это же не закрытая какая-то информация. Во-первых, каждый лагерь имеет свой сайт. На сайте, во-первых, Министерства нашего труда и социального развития можно ознакомиться со всем реестром лагерей, какие только есть на территории нашего региона. Затем на сайт зайти непосредственно любого лагеря, какой понравится, какой интересен, ознакомиться с той представленной информацией, какая содержится на сайте, созвониться, договориться о встрече, сделать какую-то экскурсию. Это все возможно. Если вдруг возникла какая-то ситуация, когда нет возможности отправить ребенка, а путевка уже куплена или получена, можно ли ее вернуть и, соответственно, вернуть себе и деньги, если ты потратил? Это возможно. В том числе, когда ребенок уже в заезде, на первом, на втором сезоне, случилось так, что ребенок заболел. То есть есть уважительная причина и вынуждена забрать. Разные бывают ситуации. То есть, безусловно, при предоставлении подтверждающих документов возврат за неиспользованную часть времени. Это тоже возможно. То есть, смотрите, правильно я поняла, например, полсмены ребенок пробыл в лагере, и вот за вторую часть, если его забрали родители, можно вернуть деньги? По уважительной причине. По уважительной причине. Если по состоянию здоровья подтверждающих документов, то, безусловно, компенсация будет. Ну и, соответственно, если ребенок совсем не смог поехать в лагерь, ну вдруг что-то как-то сложились обстоятельства, за день, например, то тоже можно это сделать. Это возможно. Безусловно, мы просто перераспределим эту путевку тем, кто сможет, чтобы у нас не пустовало место, чтобы ребенок получил тот эффект, какой необходимый. Кому-то, может быть, не досталось путевки или целенаправленно хотят отправить ребенка в какой-то частный лагерь. На что порекомендуете обращать внимание? Ну, вы знаете, как также являюсь родителем, и как любому другому родителю, я бы, безусловно, советовала, конечно, мониторить ситуацию, смотреть, читать отзывы, если хотят в частный лагерь. Если это государственно, ну тут все вообще абсолютно прозрачно. Точно так же должно быть все прозрачно и у частных лагерей. В первую очередь, конечно, нужно обратить внимание на педагогические программы, потому что именно от этого зависит досуговая деятельность. Наличие заключения Роспотребнадзора, Санэпиднадзора, это очень важно, потому что нужно понимать, обработана ли территория, если это сейчас на какой-то лагерь, все ли подготовлено именно к безопасному пребыванию и проживанию в летний период ребенка. Еще у меня вопрос один. Недавно министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева предложила альтернативу пришкольным лагерям, ну то есть возводить какие-то, ну так называемые, быстровозводимые конструкции, такой опыт применяется уже в Нижегородской области, по-моему, а также развивать сеть палаточных лагерей для детей и подростков. Вот такая перспектива, насколько может иметь место в нашем регионе? Ну, вообще, учитывая наши климатические особенности, очень короткое лето, я не думаю, что здесь вопрос можно ставить о возведении отдельных быстровозводимых лагерей. А вот возведение определенных корпусов быстровозводимых, наверное, это тема, которая требует проработки и заслуживает внимания. Если территория лагерей позволяют, но я говорю не про пришкольные. Пришкольные, они в черте города, здесь, безусловно, как бы вот это не актуально. А вот территория лагерей, где природа, где экологически чистая обстановка, вот там на самом деле большие площади, это возможно, это позволит увеличить количество отдохнувших детей. Ну и там территория еще обработана от клеща, это тоже безопасно. Безопасно, конечно. Поэтому это вот то, что мы будем думать, как это реализовать. Я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли, рассказали очень много интересного и важного. Это была программа «Одельная тема». Я, Людмила Чуевская. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова